После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, Бессмертный полк снова пройдет по улицам города. Почтить память героев, пройдя в колонии с фотографиями своих родственников, участников Великой Отечественной войны, могут все желающие. Бессмертный полк – это показатель того, что те люди, которые были до нас, кто помогали нам строить свою страну, которые сберегли ее в конечном итоге, если мы говорим о тех войнах, в которых россияне всегда выигрывали. И эти люди находятся рядом с нами. Сегодня непростая година, и поэтому мне кажется, что сегодня наш Бессмертный полк 22-го года имеет особый, может быть, сакральный смысл. Поэтому, если у вас есть такая возможность, пожалуйста, присоединяйтесь. Шествие пройдет по улице Молодогвардейская через площадь Куйбышева до улицы Маяковского. Колонна начнет формироваться на улице Молодогвардейская. Попасть к месту сбора можно будет через три КПП – на Некрасовской, Ленинградской и переулке Высоцкого. Вход через КПП откроется в 8 утра. Я призываю всех жителей нашей Самарской области и нашего города Самары принять участие вот в этом очень значимом, очень нужном мероприятии для того, чтобы показать, что жители Самарской области и города Самары – это люди высоко патриотичные. И поэтому еще раз доказать, что мы едины. Каждый может себе позволить такое право вместе с портретом своего родственника, родителя или дедушки или бабушки пройти по площади Куйбышева в этом бессмертном полку, как в море огромном, в океане, людей, которые выстроятся для того, чтобы показать силу, мощь нашей страны, которая была, есть и которая никогда не иссякнет. Поэтому я призываю все городское сообщество, и родителей, и детей, и всех тех, кто может себе позволить выйти в этот день на улицу и быть в этом потоке бессмертного полка, обязательно прийти. Для того, чтобы стать участником акции, нужно изготовить табличку с портретом и именем своего героя. Получить помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно в администрациях внутригородских районов, Центральной городской детской библиотеке, библиотеке имени Крупской и многофункциональных центрах. Максим Магомедов, Василий Колдашов, Сергей Баскин. События.